Министерство иностранных дел согласовало этот рейс уже в понедельник этой недели. А ответа от Минздрава по вчерашнее время не было. Сегодня четверг, я не знаю, мы надеемся, что будет положительное решение. Вчера нам из Минздрава прислали несколько, так скажем, уточняющих вопросов по поводу транспортировки. Мы на них совместно с нашей Забайкальской медициной ответили, потому что вопросы сложные, требуют медицинских терминов. Отметим, китайские врачи дают Соне еще 10-14 дней, не больше. Дело в том, что медики из КНР, к сожалению, не знают, как лечить подобные травмы и сами надеются на помощь российских специалистов. Они говорят, что они знают, что в России такие случаи, они знают, лечат. И они хотели бы даже, чтобы, может быть, на примере Сони русские врачи поделились опытом с китайскими врачами, потому что китайцы не знают, как это лечить. Сбор средств на лечение Сони продолжается. За несколько дней уже удалось собрать 718 тысяч рублей и 39 тысяч юаней. Напомним, каждый день родителям приходится отдавать по 100 тысяч рублей, чтобы врачи продолжали поддерживать состояние Сони. Я хочу сказать спасибо всем, кто неравнодушен к нашей беде. И хочу попросить, чтобы молились, чтобы Бог дал всем Соничке. Анастасия Удовиченко, ЗАП-ТВ.